Здравствуйте, меня зовут Анна Тропкова, я генеральный директор музея Москвы. Сегодня наш музей, как и многие другие музеи во всем мире, закрыт для посетителей, поэтому в ночь в музее мы решили отправиться в музейное путешествие по городам России и мира и попросили своих партнеров, директоров, кураторов, экскурсоводов музеев России и мира рассказать о загадочных экспонатах, таинственных историях и городских легендах, которые связаны с их музеями. Прежде чем мы отправимся в ночное путешествие, я хотела бы поблагодарить всех наших партнеров, без которых этот проект не состоялся бы. Благодарим Международный комитет музеев городов мира КАМОК и Российское отделение Международного совета музеев АЙКОМ, а также все городские музеи, которые с такой готовностью, искренностью и оптимизмом присоединились к нашему проекту. С рассказа про экспонат музеев Москвы мы начнем наши с вами приключения. Вперед! С 40-х годов XX века музей Москвы является центром московской археологии. Все, что раскапывается на наших улицах, поступает в коллекцию нашего музея. И эту коллекцию вы можете видеть в нашей постоянной экспозиции. История интересного экспоната, про который я хочу рассказать вам сегодня, начинается в 1989 году в районе Шаболовки, а конкретно между улицей Шаболовка и улицей Мытная. Там в ходе археологических раскопок найден фрагмент надгробной плиты XVI века. Давайте посмотрим на нее. Плита декорирована традиционным для московских надгробий этого времени треугольчатым орнаментом. Это единственное ныне известное средневековое московское надгробие, на котором есть портрет погребенного. Внизу плиты под надписью выбит профиль мужчины с длинным носом и тяжелой арийской челюстью. На его голове высокий колпак, шлем, напоминающий о военной службе. Что же это за человек? Читаем надпись. Каспар фон Эльферфельд, лицензиат право бывшей Ландроста Петерсхагена. Что же это значит? Лицензиат в средневековых университетах промежуточная степень между бакалавром и доктором, то есть человек перед нами явно образованный. Ландроста, староста, то есть чиновник с определенными судебными и управленческими полномочиями. Ну а Петерсхаген это город, существующий до сих пор в немецкой земле Северной Рейден-Вестфале, только расположен он от Москвы более чем в 2000 километрах. Вопрос, как же герой, захороненный между Мытной улицей и Шаболовкой, добрался до России? Надгробная плита датируется 16 веком. В это время Петерсхаген был епископальной резиденцией, а значит Каспар фон Эльферфельд был близок к церковным кругам. В 1558 году, по свидетельствам, он перебирается в Ливонию как раз во время начала Русско-Ливонской войны. Следовательно, там он захвачен в плен и таким образом попадает в Московию, оказывается при дворе Иоанна Грозного. Каспар фон Эльферфельд занимает при дворе Иоанна Грозного роль эксперта по Ливонии, ну и по международным отношениям вообще. Неоднократно в источниках его именуют опричником, то есть членом личной гвардии царя, сформированной после политической реформы 1565 года. В частности, одним из достижений фон Эльферфельда считается сватовство сына Ивана Грозного Ивана Ивановича к немецкой принцессе Клеве. Впрочем, как мы уже говорили ранее, успешная карьера иностранца при дворе Ивана Грозного явление недолговечное, тем более что у Каспера фон Эльферфельда были враги, в частности, его соотечественник Генрих фон Штаден, с которым фон Эльферфельд состоял в имущественном споре. Ну и что происходит? На фон Эльферфельда пишут донос, причем обвиняют его фактически в коррупции, в присвоении денежных средств, полученных от торговли с английскими купцами. И здесь действие нашего рассказа переносится в старый английский двор на Варварке, который сейчас является филиалом музея Москвы, и в котором год назад прошла выставка «Солдат неудачи», посвященная как раз нашему герою Касперу фон Эльферфельду. Судьба фон Эльферфельда печальна. Несмотря на ходатайство и царский указ об освобождении его из тюрьмы, он умирает в заточении в результате городской эпидемии чумы. На дворе 1571 год, и по воспоминаниям Генриха фон Штадена, соперника нашего героя, изначально фон Эльферфельда хотели похоронить во дворе его дома. И только потом выяснилось, что наш герой уже изготовил свое надгробие и выбрал место за городом. Там он и был похоронен.